Я Олеся, мне 48 лет. На консилиуме поставили диагноз болезнь мутонейрона, амиотрофический латеральный склероз. Его, я так понимаю, не ставят сразу, просто наблюдают. Но это оно и есть. В 19-м мне поставили диагноз уже в начале, прямо в феврале. К сожалению, это не лечится. Стопроцентная летальность. Стала обращать внимание, что у меня указательный пальчик подергивается. Как-то особо я этому значение не придала. Какая-то усталость, я вообще активная, активный образ жизни всегда вела. И на двух работах работала, и по лесам, по огородам, на велосипедах, в зал, все это мое. Я понимала, что как-то мне сил не хватает, и у меня стала вот эта мышца пропадать между большим указательным пальцем, да. Был сентябрь, мы с подругой поехали в Питер. Мы поехали в Питер, там очень холодно было. Я поняла, что у меня с ногой что-то не так. Она такая... Чувствительность вообще абсолютно не теряется, да. Просто я не могу ее поднять. Я хожу, у меня есть приспособление, вот она у меня висит, называется. Падущая стопа. Вот это, да. Вот. Я ее не могу наверх поднять. Вот. И тут атрофируются мышцы. Тут уже здесь уже пошла атрофия. Эта нога тоже уже не... Осталась у меня левая рука. Слава Богу, еще с речью. У меня все в порядке. Такое ощущение, что я не могу контролироваться. Как будто под парализованная. Вот это оно и есть, как бы, в принципе, ощущение парализованности. Я не знаю, тем летом я еще более-менее ходила. Этим летом я ужасно хожу. И следующее лето я уже не знаю, как я буду ли ходить. Потом когда-нибудь, скорее всего, первым делом будет инвалидное кресло. Потом... Ну, потом. Потом лежать. Лежать, а дальше неизвестно. Если у меня пока еще голос не затронут, то я еще какое-то время полежу. Когда уже голос, тогда уже эти вот мышцы уходят, которые отвечают за дыхание, да. И человек перестает кушать, глотать очень трудно. Ставят стомы в желудок через эти трубочки. Сначала, ну, начинается с одной части тела и потом расходится по всему. При этом человек не теряет чувствительность, не теряет интеллекта, да. И единственное, чего она не затрагивает, это мышцы глаз. И я нашла сама в интернете, что есть такое лекарство радикава, ну, несколько названий японское, стоит очень дорого. И долго думала, думала и решилась на такой шаг. Я написала в фейсбуке в мае, наверное, о своем диагнозе. Стоит 2000 евро на один месяц. Пожизненно, в принципе, надо делать. И точной доказанности нету, но оно типа на 33 процента замедляет болезнь. Но не у всех. Я решилась на такой шаг. Я попросила у людей помощи. Я удивилась, насколько много людей откликнулась. Подруги подсуетились и на Зеду ТВВ, потому что собрались деньги, но их надо, представляете, сколько много, да. Это безумные деньги. Мой врач семейный, да, он сказал, кто-то из родных знает. Я говорю, ну да, потому что, понимаете, что надо готовиться, там надо будет вам помогать. Ну, собственно, и все. Ну, и тоже, ну, что у нас только палеотип, все. У меня есть сын, у меня есть родители. Я не могу видеть, как они мучаются. Поэтому мне надо держаться. Ну, вот. К психологу ходила, но ничего я там не узнала. Единственное, да, вот когда с друзьями переписываюсь по несчастью. Просто я, наверное, стала видеть жизнь как-то по-другому, мне так кажется, да. И я радуюсь всяким мелочам. У меня подруги, родители. Я очень много времени на даче провожу. Там очень красивое, замечательное место. Какие-то фильмы смотрю. Ну, как-то. Ну, сама по себе, наверное, просто я оптимист. Ну, и, естественно, мне до конца не верится, что это со мной происходит. Наверное. Ну, а я еще, конечно, антидепрессанты пью. Самое страшное вообще независимое. Ну, это зависимость. Это самое страшное. Я работала когда-то медсестрой. Я видела вот это все, да. Но я больше, чем уверена, что большинство людей, когда видит инвалидов и думает, ну, конечно же, не дай бог на меня. И я бы с собой что-то сделала, но так жить нет. Когда я перестану сама себя обслуживать, вот тогда я желаю эвтаназию получить. Раз нет эвтаназии, то я найду какой-нибудь выход обязательно. Я об этом думаю периодически. Просто я думаю, что к этому надо подготовиться, пока я еще могу ходить. Я ищу какой-то безболезненный выход, да, допустим. Допустим. Я думала утопиться. Я очень люблю плавать, я очень люблю море, да. Но я прочитала в интернете, что это больно. Я не хочу, чтобы было больно. Допустим, скинуться там с вышки тоже больно не хочется. Хочется, чтобы было не больно. Хочется уснуть и не проснуться. Я даже могу сама нажать на эту кнопочку, допустим. Вот, эвтаназия, да. Как бы это ж надо же какой-то человек, чтобы это все делал. Я даже согласна на это. Ну, чтоб там никто не был ответственен за это. Не брал, как говорится, грех на душу. Сейчас, по итогу, мне говорят, ты молодец, тебе, ну, как бы повезло, что вот так долго. И я еще в таком состоянии, в достаточно хорошем. Потому что люди и за год уходят, и за два. Настолько это все быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова